Беседуем с Аркадием Бабченко в Праге. Аркадий Бабченко, журналист, военный корреспондент, даже вас называют основоположником современной военной прозы. Добрый день, спасибо большое за то, что согласились поговорить. Вы после нескольких месяцев давления в России решили на время или навсегда уехать в Прагу. Давление было вызвано вашим постом, который вы разместили в конце прошлого года. Он касался жертв крушения Ту-154 над Черным морем. Вы сказали, что вы не чувствуете ни жалости и не собираетесь высказывать соболезнования семьям этих жертв. То, что вы сейчас находитесь за границей в Европе. Это иммиграция или вы временно тут собираетесь находиться? Добрый день. Ну, я надеюсь, что временно. Давление, правда, было не несколько месяцев, конечно, и связано не с постом. Этот пост просто один из эпизодов. Давление, ну, я откровенно так оппозиционно-активистской деятельностью начал заниматься как раз в 2011 году, 2011-2012. До этого я занимался только военной журналистикой. И, собственно, с тех пор-то давление, оно ни разу ни на секунду не прекращалось. И там и уголовные дела были, и какие-то баллы в подъезде, и угрозы постоянные, и чего только не было. А в этот раз это просто очередной пароксизм. Они время от времени затихают, время от времени возбуждаются. Вот это был очередной пароксизм. Причем совершенно непонятно, на какой твой пост они возбудятся. Это был совершенно проходной пост, написанный там за 20 минут. Ну, почему-то это вызвало такую реакцию. А потом у меня просто появилась информация, что как раз вот в данный момент, когда у меня появилась информация, мне сказали, что в данный момент там где-то в кабинетах ФСБ как раз сидят решают, что со мной делать, либо заводить уже дело и сажать совсем окончательно, либо просто махнуть рукой и пускай этот малоходный журналист там пишет, что хочет. Ну, я не стал дожидаться, чего они решат. Решил поехать сюда, в Прагу. Так что я пока посижу здесь пивка попью, а вы, ребята, там решаете. Решите заводить дело? Ну, отлично, я уже здесь. Решите не заводить дело? Ну, окей, я вернусь и дальше продолжим все эти игры. Какой у вас статус в Чехии на сегодняшний момент? Никакого. Я просто как турист здесь, по визе. Чем занимаетесь? Пью-пью. Ничем не занимаюсь. Пока ничем. Я же говорю, это не иммиграция, это просто временно пересидеть, побыть здесь. Вот меня добрые люди пустили переночевать на коврике, вот я пока здесь и ночую. Вы понимаете, чем вы можете тут заниматься, если все-таки это временное пребывание превратится в полноценную иммиграцию? Да чем угодно. Я сантехником могу быть, я швейцаром могу быть, я всем буду говорить, что я князь и буду открывать перед ними двери. Чем можно заниматься? Чем получится? Вот вы говорили, что давление длилось намного дольше, чем несколько месяцев. Я имею в виду, конечно, последний всплеск, то, что вас вынудило уехать. Вы понимаете, вообще, механизм этого давления? Это официальная репрессивная машина, это я могу сказать точно. Из нескольких источников меня предупредили. Мне сказали, что готовься, травля начнется в эти выходные, по всем фронтам, из всех калибров. Будут подключены live news, первый канал и так далее и тому подобное. И сказали, что будут травить тебя и Бажену Рынску. Вот на вас двоих дана команда. Вышло ровно так. В выходные меня и Бажену Рынску из всех калибров. Первый канал, live news, сенатор Клинцевич, депутат Милонов, московский комсомоль, комсомольская правда, депутаты вносят закон, лишить гражданства, петиции и бла-бла-бла. Это, повторюсь, не первая травля, но это была действительно мощная, самая скоординированная. И сейчас я могу сказать, что это действительно координируется. Это действительно координируется из одного центра. Это именно государственная репрессивная машина. Другое дело, что эта машина, она же состоит, конечно, безусловно, вся из каких-то единичных там своих личностей. Вот мне сейчас говорят, что там просто есть какой-то человек, которому я наступил на какую-то больную мозоль лично. И вот я теперь его личный противник. Для чего все это делается? Ну, понятно, что у нас нет же никакого полицейского государства. У нас нет никакого ФСБ, как аппарата контрразведки. У нас есть некие группировки, дорвавшиеся до неких кресел, постоянно между собой враждующие, но эти свои должности, использующие главным образом только для одного, чтобы зарабатывать бабло, чтобы кошмарить людей, отжимать у них бизнес, чтобы грести бабки. Но при этом, при всем, им уже нужно делать видимость какой-то работы. Ты же должен оставаться на своей должности, ты же должен получать новые звания, ты же должен доклады какие-то делать. Ну что, они будут бороться с экстремистами, с террористами, с исламистами в Чечне? Да нафиг им надо. Но они вот найдут какого-то блогера, посадят его, напишут большой доклад, получат новые звания, и все отлично. Почему вообще, в принципе, выдавливают людей, как вы, журналистов, общественных деятелей, ну и политиков некоторых? У нас сейчас совершенно другая ситуация, чем была в СССР. У нас открытые границы, у нас есть интернет. И, в общем-то, ты можешь оказывать то же самое влияние, что ты оказывал, находясь внутри страны. Ну да, ты отсюда можешь оказывать то же самое влияние, которое оказывал, находясь внутри страны, то есть нулевое. Потому что и внутри страны, ну давайте говорить откровенно, никакие там публицисты или оппозиционные деятели влияние сейчас не оказывают. Влияние у нас сейчас, конечно, оказывает один единственный инструмент, это зомбоящик. И у кого есть джойстик от зомбоящика, у того и страна, тот и руководит. Дайте мне пульт от зомбоящика, я вам из России через два месяца сделаю страну, страну, которая будет любить Америку и молиться там на Гейропу. Пожалуйста, без проблем. Но не их зона ответственности. Все, ты исчез с их радаров, исчез с их зоны ответственности. Ну и пофиг, что с тобой там дальше происходит. Многие прочитали ваш пост, даже если в Яндексе забить Бабченко, это сразу же Бабченко от Ту-154, который вы написали 25 декабря, насколько я понимаю. Вот вам не кажется, что сам тон этого поста, он очень напоминает тон российской пропаганды, но только наоборот? Знаете, что я вам скажу, друзья мои, не вам, Жанна, а тем друзьям, которые меня упрекают? Я до этого момента, я, в общем-то, был нейтрально настроенный человек. Я хочу сказать, что этот пост, это пост еще, в общем-то, абсолютно нейтральный. Вот после того, что произошло, ребята, я на ваших могилах теперь буду плясать с бутылкой виски в руке. Но вы же понимаете, что это с общегоммунистической точки зрения не совсем этично. От того, написали вы этот пост или не писали, от этого это не принципиально для вас, это не долг какой-то ваш моральный или нравственный, я об этом говорю. Так о чем речь? Так о чем речь? Просто пост в Фейсбуке, я не знаю, чего все ко мне пристали, понятия не имею. Ну, что значит, зачем? Давайте я по-другому сформулирую вопрос, чтобы, может быть, объясню, что я хочу сказать. Вот он все же достаточно агрессивный. У вас не один пост, у вас несколько есть постов такие агрессивные. Не кажется ли вам, хотя вы человек очень спокойный, суть по тому, как мы сейчас с вами разговариваем, но это отталкивает часть людей, даже, может быть, и тех, кто критически относится к Путину, к нашей системе и так далее. Просто отталкивает. Ну, пожалуйста, заради бога, я же не политик, я же не набираю электорат. Мое дело писать. И потом, что значит агрессивный? Я человек, который сидит, просто пишет. Я никого не убиваю. Я не узурпирую власть. Я не сажаю людей в тюрьмы. Тут ко мне приходит толпа каких-то оголтелых личностей. Начинается эта травля. Снимаются какие-то фильмы. Если у нас друзья хунты, мои друзья сидят по тюрьмам, моих знакомых убивают, мои друзья эмигрируют. Хорошо, но вы говорите о том, что вот в 2011 году вас начали преследовать, но вы некоторыми своими действиями в некотором смысле провоцируете это преследование, даете им возможность это сделать. То есть женщина, которую изнасиловали, она провоцирует насилие, что ли? Я ничего противоправного не делал. Это ко мне пришли. И после этого вы удивляетесь, что у меня возникает агрессия, что ли? У меня такая агрессия скоро возникнет. Еще пару лет такой жизни у меня такая агрессия скоро возникнет, что держи меня семеро. Ну безусловно, но это ответная реакция же. Я и говорю, что это ответная реакция, которая хотят спровоцировать власти с помощью своей пропаганды. Но ответ должен быть такой же агрессивный или он должен быть спокойный? Ты какой угодно, пожалуйста, от человека зависит. Хочешь, отвечай спокойно, хочешь, не отвечай, хочешь, там, истерикой зайдись. Мне все равно. Я понимаю, но вы говорите о том, что скоро я буду еще более агрессивным, если будет несколько лет еще такой жизни. Насколько вы считаете, вот такой ответ, как у вас, он эффективен? Или это просто вы делаете для себя? Понимаете, Жанна, мы с вами сейчас рассуждаем не совсем в понятных мне категориях. Что значит эффективен? Эффективный ответ на узурпацию власти является народное восстание. Вот это эффективный ответ. Посты в Фейсбуке агрессивные или доброжелюбные, они не являются эффективным ответом. Расследование про кроссовки Димона, это замечательно, но они тоже не являются эффективным ответом, потому что они не меняют ситуацию. Эффективный ответ это то, что происходит в Украине. Украина, извините меня, до 2013 года, это другие люди, это другой менталитет, там совершенно не было агрессии. Ты когда приезжаешь в другую страну, ты ее, безусловно, смотришь, оцениваешь с точки зрения того места, где ты живешь. Вот я приехал в Украину, я действительно верил там про каких-то бандеровцев, что там москалей ловят, что там за русский язык можно в лицо получить в Киеве. Абсолютно этого нет. Совершенно добрейшая, толерантнейшая страна. Извините меня, за три года того, что там сейчас происходит, я не знаю, там, увидит сейчас георгиевскую ленточку у тебя на машине, тебя там прикопают просто-напросто в лесопосадке, да и все. Это адекватный ответ? Я не знаю. Но это эффективный ответ? Это эффективный. Это, на мой взгляд, это совершенно разные понятия. Вы участвовали в двух чеченских компаниях. Первый раз это было по призыву, если я не ошибаюсь. Второй раз это было по контракту. Почему вы второй раз решили участвовать в контртеррористической операции? Это иррациональное решение. Я не решал, я его не принимал сознательно. Вы ездили на войну еще раз, уже в качестве военного корреспондента. Еще два. Как военный корреспондент. Можно ли сохранять объективность или всегда надо занимать какую-то сторону? Ты обязан стремиться к тому, чтобы сохранять наибольшую объективность. Но, безусловно, у тебя этого не получится, потому что та сторона, с которой ты оказался, она наложит свой отпечаток на свое мировоззрение. И ты все равно будешь видеть мир с тем отпечатком той стороны, с которой ты оказался. Но при этом у тебя остается право выбирать сторону. И вот здесь нужно включать мозги на полную и думать, на какую сторону ты хочешь поехать. У меня сейчас к вам будет несколько гипотетических вопросов. Если, возможно, было бы что-то изменить в прошлом, вы бы отказались от участия во второй чеченской кампании, понимая сейчас, что это в том числе привело к тому, что у власти в Чечне стоит клан Кадыров? Я бы отказался от участия в первой чеченской кампании, потому что вторая моя чеченская была продолжением первой. Если бы Чечня опять решила отделяться от России, и стали бы ли вы воевать за территориальную целостность России? Ни в коем случае, ни за что, упащи Боже. Оружие в руки я возьму теперь только в крайнем случае, вот действительно в крайнем, для защиты себя или своей семьи, или чего-то еще. Ни за какие имперские территориальные игрища я больше воевать не собираюсь совершенно. Если бы была возможность вернуться на несколько месяцев назад, стали бы вы сейчас публиковать пост о крушении Ту-154? Безусловно, да. Спасибо вам большое, Аркадий. Спасибо, Жанна.